друзья приветствую всех на канале птичий дом сегодня будет обзор на боксы для пластиковые боксы для не знаю зерноядной декоративной в общем для какой-то птицы возможно для насекомоядной для дроздов там но я затрудняюсь сказать потому что ты был конкретных конкретных разговоров птицы которые будут них содержаться не было сейчас вы видите у себя на экранах один бокс второй точно такой же как и вот этот но я его поставлю чуть попозже покажу как они будут выглядеть вместе сейчас постараюсь вкратце рассказать о размерах и материале из которого они сделаны значится выполнены боксы из пластика пвх 4 и 6 миллиметрового изначально я думал полностью сделать 6 миллиметров но потом прикинул он получается слишком тяжелый громоздкий и направляющих направляющих под 6 миллиметров нет ничего нужны направляющие я расскажу чуть чуть попозже так 46 миллиметров пвх пластик шестерка задние боковые стены четверка дно поддон и вверх боксов невозможно с этими гибридами что-либо говорить очень сильно они орут ну да ладно фасад сделан из дуба толщина рейки 8 миллиметров высота борта нижнего вместе с поддоном получается 115 миллиметров то есть 100 миллиметровый борт и 15 миллиметровый поддон 15 миллиметров высота поддона опять же повторюсь скажу еще раз что вот этот формат вот эти размеры это пожелание заказчика то есть это не мои выдумки человек попросил так ему надо как он попросил так я и сделал опять же в заказе было обговорено вот это вот расстояние она получается 17 сантиметров то есть поперечной планки до крыши до крыши бокса 17 сантиметров не знаю возможно будет здесь какая-то крупная птица и дабы на макушкой не терлось о верх клетки сделаны вот такие вот расстояния по размеру боксы метр длина 40 сантиметров ширина и 50 сантиметров высота в боксах две дверки расположены по фасаду дверки размещены по сторонам но я их разнес где-то как под 40 сантиметровую клетку то есть общему целом если засунуть в бокс две руки то достанешь до любой его точке дверки сделано на среднем уровне опять же это пожелание клиента тут моих фантазий абсолютный ноль пруток нержавейка расстояние между прутками 15 миллиметров в общем тут все достаточно стандартно и сделано как как всегда толщина нержавейки 16 миллиметров теперь о направляющих вы видите здесь заклепку и под ней саморез соответственно внутри вы видите поперечины это стяжки которые фиксируют не дают клетки разъезжаться в разные стороны ну и направляющие сделаны под 4 миллиметровый пластик направляющие алюминиевые дабы верх можно было снять в общем и целом видно он выдвигается ходит достаточно плотника то есть я даже сказал что приходится прилагать определенные усилия при его задвижении но это уже все мелочи жизни я думаю что конструктивно это не конструктивно а в использовании этот верх будет достаточно редко то есть насколько я понимаю он сделан исключительно для удобства мытья клетки дабы был был доступ к внутрянке верх снял внутри тряпочкой все протер клетка чистенькая хорошенькая красивенькая поддон сделан целиковый опять же это пожелание заказчика то есть я тут мы попросили попросили его достаточно тяжело будет запинать но это исключительно из-за того что получается перед клетки висит ну когда она стоит на весу то есть когда свисает перед ее получается чуть чуть ведет в сторону за счет большого веса и соответственно могут быть проблемы с задвиганием поддона то есть тут надо понимать что она должна стоять на плоскости а у меня чуть свисает передний край сейчас я поставлю сделать второй бокс наверное стоит рассказать о поддоне пока я его не засунул второй бокс поддон сделан из пластика высота бортика 10 миллиметров но дабы он заходил вовнутрь по периметру над бортиком отбортовочка тоже десяти миллиметровой ширины дабы мусор не забивался между бортиком поддона и бортиком стенкой клетки сейчас я ставлю вторую второй бокс сверху ну и посмотрите как все это выглядит в общем и целом в общем и целом это выглядит примерно вот так боксы реально большие и достаточно симпатично смотрится за счет того что беленькие чистенькие но все все светло и даже учитывая то что свет падает вот с той стороны вы видите тень от боковой стенки даже затененный угол он все-таки достаточно светлый соответственно второй бокс сделан абсолютно также все точно такое но если вы видите по рисунку дерева даже сучки которые которые на передней планке есть они фактически симметрично относительно друг друга расположены что еще хотелось бы сказать про эти боксы ну наверное стоит внимание стяжкам которые сверху под потолком получается вам сейчас видны изначально с клиентом мы их не обговаривали то есть я делал вот без них все сделал была у меня надежда что даст определенную жесткость направляющая под съемную крышу но когда я сделал когда я стал пробовать вставлять туда саму крышу я понял что это фиаско и ничего туда не вставляется ну а не вставляется потому что очень большой размер очень большая длина и как бы зад и перед они все-таки играют несмотря на то что рейки здесь 8 миллиметров 8 миллиметровой толщины все равно это гулянка болтанка есть поэтому связавшись заказчиком я согласовал установку этих поперечин ну и собственно говоря уже их и поставил в общем наверное по боксам все в принципе вы все сами видите у себя на экране клетки что-то мне последний становится все больше и больше не знаю в каком порядке выйдет может быть сначала вот эти бокса потом большая пролетка может быть наоборот но в общем то если вы первый пролетка то ссылочкой мне вставлю посмотрите на ее размеры ну в принципе получается довольно неплохо в принципе мне нравится и как бы осваиваю стараюсь осваивать новый материал вот конкретно здесь большое количество пластика использована ну и в общем и целом пластик себя хорошо проявляет несмотря на то что я уже давно работал у меня мои старые пластиковые боксы в которых сидят сидит птица на улице им там уже по 10-12 лет я уж если честно и не помню сколько им ну в общем пластик служит долго и надежно единственное что со временем не знаю почему рассыхается ссыхается там лопается клеевой шов но в целом это все поправимо исправимо все можно подклеить и все продолжит служить верой и правдой ну кстати да вот забыл еще сказать эти боксы я собирал на саморезы то есть они видны вот тут чуть-чуть по фасаду то есть фасад крепится пластику и фасад можно снять выкручив вот эти саморезы по периметру фасад можно снять и вообще оставить один пластик ну и сзади я прикинул попробовал слишком все это играло и поэтому помимо клея которым которым проклеены все швы я еще дополнительно их посадил на 25 саморезы то есть в общем и целом это должно быть довольно жестко и прослужить довольно долго ну наверное на этом я буду заканчивать спасибо всем большое за просмотр не забывайте оставлять комментарии и ставить лайки заходите в группу вконтакте подписывайтесь на нее там можно со мной связаться обсудить какие-то клетки какие-то заказы какие-то тонкости и так далее и тому подобное если вы к вам неудобен то под видео будет ссылочка прямая ссылочка на мой ватсап можно написать туда что-то заказать ну я в очередной раз прошу исключительно давайте по клеткам потому что давайте консультации по птице но мне довольно напряжено в связи с большим количеством работы вот на этом точно все спасибо еще раз всем за просмотр всем удачи хорошего настроения пока пока